Я всю жизнь ненавидел связистов. В основном потому что они торгуют воздухом. Раз построив инфраструктуру, можно ставить любые тарифы, с реальными расходами они не связаны никак. Сейчас мне начнут возражать что мол они поддерживают свои сети, но ведь сети эти не изнашиваются от проходящих импульсов, и по идее вечны, в отличие от скажем вечно текущих нефтепроводов. Да и оборудование связисты не обновляли тысячу лет. Так что... Ну в общем от МГТС, Московской городской телефонной сети, я хотел отказаться уже очень давно, лет наверное 25. Но сначала особо не было альтернативы, а потом нужды, а потом они подкупили тарифами. Сейчас я оплачу за интернет всего 120 рублей. И получаю за это косые полтора мегабита, то есть скорость закачки ниже чем скорость скачки. А еще я при этом плачу 205 рублей за аренду линии, того самого городского номера которым я не пользуюсь. Итого интернет с возможностью позвонить обходится мне в 320 рублей при полутора мегабитах. Но он довольно стабильный, разрывов как у того прыщавого педика почти не бывает, а раньше еще и прямой IP давали, хоть и динамический. Было выгодно и я особо не рыпался, ожидая перехода на джипон. Но как вы знаете, недавно этот самый джипон пришел в мой дом, и я понял что не буду его подключать ни за какие коврижки. Самый дешевый тариф на интернет там 450 рублей, и вы сука все еще продолжаете платить по 205 рублей за ту самую аренду телефонной линии, которой у вас больше нет. Поскольку медной линии нет, все идет по оптике, пропадает и основное конкурентное преимущество МГТС. Без электричества телефон больше не работает. Из-за электричества, которое жрет коробка, по новым тарифам вы будете платить еще 60 рублей в месяц. Итого получается 715 рублей. Пошли в жопу. Я давно слышал положительные отзывы о Beeline, но хочу сказать отдельное спасибо вот этому моему зрителю, который рассказал мне что у Beeline есть бесплатный домашний телефон с городским номером. Раньше я думал что он стоит 300 рублей в месяц. Оказывается действительно есть опция для владельцев домашнего интернета, согласно которой тебе ставят городской телефон, и ты платишь только за фактическую длительность исходящих соединений. При этом никаких коробок с подключением к электросети не нужно. Несмотря на то что магистраль у Beeline конечно же оптическая, но оборудование вместе с бесперебойным питанием установлено в шкафах на крыше и в подвале, а вам домой заводят совершенно обычную витую пару. Я выбрал для себя тариф 290 рублей, за который получаю 15 мегабит скорости, и подключил опцию повременного телефона. То есть за примерно те же деньги, даже на 30 рублей дешевле, я получаю скорость в 10 раз больше чем в МГТС. Ну для проформы я конечно посмотрел и конкурентов. У Ростелекома есть тариф онлайн, те же 15 мегабит, но стоят на 10 рублей дороже 300 рублей. Телефон у Ростелекома тоже есть, но гораздо дороже. Плюс я уже являюсь абонентом Ростелекома на даче, где регулярно испытываю проблемы с их говноуслугами. Вот например что мне выдает их сраный личный кабинет, поэтому больше с гос или бывшими госконторами типа МГТС или Ростелекома я связываться не хочу. Так что я заказал себе установку Beeline, мастера придут через пару дней. После того как все заработает, я разорву договор с МГТС и перестану платить им эти злосчастные 205 рублей за телефон, по которому никто не говорит. Они вообще любят брать деньги, не предоставляя услуги по факту. Кстати если вы не пользуетесь интернетом, то с вас все равно берут по 20 рублей. А если вы вдруг решили использовать безлимитный телефон от МГТС, то с вас лупят аж 487 рублей. Мне кажется сотовый безлимитный тариф можно найти за 300, и носи его с собой везде, а тут стационарник столько стоит. Поначалу я хотел сохранить номер. Ну знаете не так давно появилась возможность менять операторов сотовой связи, сохраняя номер, MNP называется. Я правда по весне попробовал перевести номер из Beeline в МТС, и мне отказали. Министры от связи сейчас изучают вопрос FNP, это аналогичная услуга по сохранению номера при смене операторов проводной связи. Но когда это будет реализовано, непонятно. Но хочется сохранить номер, он довольно красивый и состоит всего из четырех разных цифр, да и закреплен за этой квартирой уже лет пятьдесят как. И пока я читал статью на эту тему, у меня несколько раз зазвонил городской телефон. Тут надо сказать, что номер этот я не даю вообще никому, кроме близких родственников. Поэтому я каждый раз с радостью беру трубку в надежде услышать родных. Ага, хуй там. За полчаса мне один раз предложили пройти соцопрос. Ооо, об этом лохотроне я когда-нибудь сделаю отдельное видео. Два раза позвонили с предложением поставить счетчики, причем нагло врали что они вот прям непосредственно с Мосводоканала звонят. Один раз предложили подключить интернет, а когда я сказал что есть уже, предложили сраное телевидение. Один раз позвонили с предложением вылечить позвоночник, и еще раз позвонил робот, рекламирующий какую-то стоматологию. Стоит ли говорить, что ни с одним из звонивших людей и тем более с роботом я в родственных отношениях не состою? И нахуя мне собственно сохранять-то этот номер, который за те самые пятьдесят лет засвечен во всех базах всех служб и рекламщиков? Положение мог бы спасти определитель, но он в МГТС стоит денег. В МГТС вообще все стоит денег, а я считаю что знать кто тебе звонит это право, а не платное привилегия. В Билайне определитель бесплатный. Вообще Билайновский городской телефон это обычная СИП-телефония, и они дают бесплатную программу для компьютера, который изображает этот самый телефон. Но это не значит что для приема звонков вам нужно все время держать компьютер включенным. СИП-телефоны бывают и стационарными, причем не отличающиеся от обычного домашнего телефона. Кабель, который вам протягивает Билайн, втыкаете в такой телефон, а из него уже тянете кабель к компьютеру. Большинство моделей аппаратов поддерживают питание по ивернет-сети, то есть в розетку их втыкать не надо, и они работают без электричества. Если конечно Билайн озаботился тем чтобы раздавать электричество по ивернету. Есть и беспроводные телефоны приличных фирм типа Siemens и Panasonic, которые работают как обычный домашний радиотелефон. Но самое простое это наверное по Wi-Fi подключить обычный смартфон и установить на нем программу для СИП-вызовов. Тогда в вашем мобильнике у вас будет и городской и мобильный телефон с общей записной книжкой. Правда наверное нужно будет держать на телефоне Wi-Fi включенным постоянно, ну в общем вариантов подключения масса какой-нибудь себе обязательно подберете. Да и из сигнализации на пультовую охрану, которая идет по медной линии, проблема решаема. В любом случае при переходе МГТС повально на оптику в 2016 году, медной линии у вас все равно не останется. Но меня больше всего во всем этом радует, что вам не обязательно находиться дома чтобы пользоваться домашним телефоном. Поскольку все работает через интернет, вы можете быть хоть ноуне, достаточно лишь подключиться удаленно к вашему роутеру, поэтому в следующий раз когда вы в отпуске, просто подключаетесь к Wi-Fi в вашем отеле или местном кафе, запускаете тот самый софтфон, смотрите кто вам звонил, слушаете автоответчик и перезваниваете близким по ценам вашего родного города, а не грабительским ценам абсосов. Кстати по поводу воровства операторов связи, я создал группу вконтакте по информированию о случаях лохотрона и борьбе с ним. Присоединяйтесь, ссылка в описании.